Славянский район сельскохозяйственный. Хорошие климатические условия и плодородная почва позволяют достаточно успешно заниматься сельским хозяйством. Главное выбрать перспективное направление деятельности. О непростых, но прибыльных буднях славянских фермеров смотрите в следующем материале выпуска. Около 10 лет назад эти корпуса молочно-товарной фермы были заброшены и как результат пришли в запустение. Сейчас здесь кипит жизнь. В 2012 году Евгений Рошаль создал здесь крестьянско-фермерское хозяйство, восстановил корпуса и занялся разведением птицы. Значимую помощь в виде гранта оказало государство. Деньги пошли на реконструкцию ангаров, оборудование перерабатывающего участка и приобретение птенцов. Вначале шли полностью своим путем. Сейчас, в прошлого года, получили грант от Краснодарского края на реконструкцию и строительство новых перерабатывающего комплекса. Район также нам дает дотации на гусей, индюшку. Мы как бы хотели, чтобы и на утку давали, но вроде как пока надо этим заниматься, чтобы, может быть, в следующем году это было. Потому что утка, так же, как и гуси, требует определенного подхода, затрат. Сегодня в хозяйстве выращивает до 30 тысяч голов птицы в год. В основном это утки, гуси, индоутки, муларды и немного кур. После переработки готовые тушки отправляются в холодильник. А дальше – на прилавки рынков крупных городов Черноморского побережья и города Москвы, где фермерская продукция пользуется особым спросом. Продукция фермерская, все-таки в ней присутствует очень много ручного труда, то есть она более затратная. Но зато птица, она приближенная к той, которая когда-то у нас исторически была от бабушек из деревень и станиц. Продукция нравится, она отличается от промышленного забоя крупных предприятий, поэтому потихонечку развиваемся. В планах наращивать производство, построить новый корпус, бойню, разделочный цех и цех по переработке кормов. Единственная проблема, с которой приходится сталкиваться, это дефицит трудовых кадров. Хозяйству необходимы технологи по выращиванию птицы, водители, а также рабочие. Есть трудности с персоналом, потому что это все-таки отдаленные местности. Рабочая сила в основном разъехалась в крупные города, и нам приходится из ближайших станиц собирать людей на собственном автомобиле, поэтому потребность в трудовых ресурсах она всегда есть. Расшириться до 20-25 человек, скажем так, стабильно мы могли бы уже сегодня, если бы, ну, могли бы собрать этот персонал, потому что планов много, а рук не хватает. Если у кого есть желание применить силу, начиная от момента выращивания птицы, работы в теплицах, забоя птицы, переработка и даже ее продажа, даже водители, все это, как говорится, у нас потребность есть, мы готовы обсуждать, ну и индивидуальные условия высчитывать. Как признался руководитель хозяйства, фермерство – это достаточно трудоемкий и затратный бизнес. Но если ко всему подходить с точным расчетом и работать, не жалея сил, он может быть прибыльным. И еще один немаловажный фактор – почему этим стоит заниматься. В наших магазинах будет больше качественной и экологически чистой продукции. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».